сегодня мы едем кататься на велосипедах взяли прокат три велосипеда два взрослых один детский стоимость проката у нас возле отеля составляет 15 евро за велосипед в день сейчас мы поедем из нашего отеля до города марбелли там есть красивая набережная по которой мы проедем взяли вот такую камеру такую штуку купили попробуем отснять для вас интересный контент так что поехали отдыхать поехали кататься вот это вот электровелики стоит они 25 евро в день вот эти обычные в итальянском стиле возьмем и попробуем и детский велосипед да вот такой детский горный велосипед да артем ну сейчас выберешь хорошо обкатываем велосипеды все хорошо да настроились но ты прям как настоящий итальянка вообще крутяк сейчас там еще кое-что какие-то мелочи поделают и все нормально будет сейчас протрут чтобы все красиво было классно а потом померила и они не жмут виска я вообще не понимала как я их надела все щеки наел не не наел а 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 вертам скорость обгонять а и а и а и и а где то мама и самые медленные плоды сейчас догонят Красота, да? Мы теперь можем уехать на 20 километров вперед, прям до Марбелли самой, до Уллтауна, где мы вчера были. Да тут 20 километров ехать и обратно, так же, 40 километров. Если Артем справится, можем съездить. Ну да, тут быстро. Посадка, да, итальянские велики классные, да, такие? Сидушка мягкая, большая. Такой круизер, да, на долгое расстояние. Ну да. Едешь не спеша. Очень кайфуешь. Кайфуешь. Ну руль, кстати, очень интересный. Я бы запомнила, вот этот класс у меня итальянский наклеен. Наклеен, да? Так, здесь у нас много народа. Остановка. Пробка. Пробка из великов, да. Да крутяк вообще. Артем, тут аккуратнее, надо будет слезть с велика. Как же круто. Я бы на твой бы телефон фоткала, потому что мне нравится еще. На велике прям прохладненько, едешь на хорошо, да? Не жарко. Да. Не устает. Вообще не устаешь. Мелкий наш далеко уже уехал, да, смотри, разошелся. Большая набережная, 20 миль. Нет, 20 километров, он сказал, да, до Марбелия. Ну и от Марбелии еще туда дальше можно ехать. И смотри, здесь какие пляжи широкие. Как на Майами-бич. Тут метров 100, наверное, ширина пляж. Так, сейчас поднажать надо будет в горку. Десять миль только можно. Так, поднажмем. Больше десять и нельзя ехать. Знаете, что мы здесь идем? Да, мост как в Сан-Франциско. Тут река. Артем, смотри, какая река. Красиво. А мы вчера уже сюда не заходили. Потому что по Порту-Банусу погуляли уже и все. Обратно пошли в отель. Блин. Ветром волосы прям в глаза сдувают. Артем, осторожней. Тебя немножко заносит. Сколько? Тридцать. Тридцать? Два! Чего? Это лобочки. Мама, стой, стой. Стою, стою. На электрический скат, да. О, вот это пуль. Ой, Артему очки надо одеть. Артем, давай твои очки оденем. Там такая пуль поднимается. Может, все глаза это запылить. Ого! У нас пылевые бури, да? На перевале на этом. Тема, поехали! Зачем вернулся? Тут как в пустыне. Ребята, тут на морокко похожи. Слушай, Адим, мы сейчас едем в сторону Марбельи из-за степоны. Мы едем сейчас в Малаке, да. А Гибралтар в другую сторону. Да. Может, завтра успеем до 11 на Гибралтар смотаться? Слышь, Дим? Да я шучу. Смотри, тут сколько кактусов. Да-да-да, марафон такой. Тём, тебя пыль не захватила? Да, нас захватила. Тём, тебя пыль не захватила. Смотри, вот так. С真的是 твоё, тём, тебя пыль не захватила. А пахнет знаешь чем? Устрицами. Да, круто. Такой запах морской, да, прям? Вот мы уже проехали километров семь. Еще впереди нас ждет около 25 километров. Вот такая набережная. Конечно, набережная потрясающая. Прям длинный-длинный красивый бродлог с множеством кафе, ресторанов. Потрясающая набережная. Это вот то, чего не хватает в Майами. Вот если в Майами решат сделать такую набережную, скажем, от Майами-Бич до Дании-Бич, то, конечно, это будет круто. Это привлечет много туристов, будут хорошие инвестиции. Тем более в Майами очень красивый океан, и гулять по нему одно удовольствие. Здесь, это в Марбелле, вот реализовано таким образом. Все очень красиво. Красивые дорожки. Это вот сейчас мы просто едем. Здесь, так скажем, не очень ровная дорога. Но в целом по Марбелле получается очень комфортно передвигаться именно на велосипедах. И опять же, в плане бизнеса здесь, пожалуйста, открывайте там прокат велосипедов 15 евро в день. Это хорошие деньги. Вот три велосипеда 45 евро. И таких точек проката, в принципе, ну вот мы не встречали. Ну, может быть, вот на промежутке там 20 километров одна-две точки таких будет, но не больше. И у всех цены примерно одинаковые, то есть в районе 15-20 евро в сутки. Большое количество туристов. Папа догнал уже вас, да. Не надо, не надо. Вот такие пляжи. Дорожки. Сейчас октябрь. В целом не так жарко. На улице где-то 25 градусов, но солнце все равно палит. Летом, конечно, было бы достаточно тяжело передвигаться на велосипеде. По такой жаре просто сгореть можно. Тем более сейчас уже время обед, где-то час дня. И уже солнце такое, достаточно синее. Артем, а ну давай, мальчик, обгони. Как тебе твой велик, расскажи, подошел? Крутой, понравился? Ну, вообще супер. Вон Артемка как гоняет. На двухколесном. Молодец. С нами едет. Уже столько проехал, километров семь, восемь уже, наверное. Жалко, здесь нету компьютера, который показывает датчик скорости, пробег. Что? На пирс? Да, 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 мы сейчас на пирс попробуем заехать, посмотрим, что там. Да, ехать. Ехай, Анжал. Что творишь? Вот смотри, вот здесь уже может быть Wi-Fi. Капучино? Да. Итак, мы приехали, да, на какой-то пляж. Да, мы приехали, увидели какой-то тахини, суши-бар, ресторан, решили попробовать пиво здесь, немножко отдохнуть, потому что устали очень у нас попы. Но у меня не устало, особенно это у ребят что-то, от непривычки. Все, застегнули? Да. Два велика пристегнули? Мы пристегнули, да, два велика сразу вот за один. Ну, расскажи, как тебе это капучино? Хорошо. Мы зашли в ресторан, который называется капучино, у них написано, что они делают самые вкусные капучино. Ну, да, правда. Это правда? Да. Ну, хорошо, я верю тебе. Потому что я люблю капучино. Ну, ты первый раз в жизни, да, пробовал? Да. Ну, только чуть-чуть, где-то много нельзя. Мне кажется, ты можешь все добавить. А я хочу и так все. Нет, что-то не так все. Давай все добавим. Давай, давай. Знаешь, как, сильнее отрезают. Странно, что белый сахар, по идее, коричневый должны давать. Самым лучшим капучино. Да, да, да. Мапа тоже об этом подумал, да? Халтурит, да, испанцы? А ну-ка, халтурит. Ну что, вкусно? Все, много не пьет, все, много не взял. Капучино пьют очень-очень, тут чуть-чуть. Пеночка такая, да? Маленькими глоточками. Классно? Наконец-то, на завтраке не хотела капучино, хоть здесь попьешь. Поехали, ребят. Так, мы сейчас подъезжаем к центру Марбелли. Потрясающая набережная, прям все уложено плюточкой. Артемочка сзади, да там? Артем! Быстро только не ехал, ладно? Ну что, поехали? Здесь много народу, да? Боша-то кого? Да я посмотрю. А, злая. Что это за рыба такая? Злая-призлая, да? Раки такие. Вот где раки зимуют, да, Дим? Они зимуют здесь, в Марбелли, и вы можете их отведать. Лобстеры, моллюски, осьминог, каракатица и очень злая рыба. Мы не знаем, как она называется, но у нее вот такие зубки. Ням-ням-ням. Показываем рыбку эту? Показываю. Вот здесь можно, как же самое, заказать шампанское мое, шампанское, горчица наша любимая, дижонская. И меню на русском, это самое главное, потому что мы хотим попробовать национальную кухню, а именно, иберийский хамон, андалузский гаспачо, валенсианское поэлья. Жареная рыба в стиле Малагии, надувай. Так. Платру, сейфу, сейфу, сейфу и сайф. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова